Спасаю Ануба, въезжаю в Сильвану. Гензи мне помогает. Выхиливаю Аларака. Всем привет, это Айс. Сегодня у нас обзор очередного танка. Ладно, шучу-шучу. Сегодня у нас будет обзор саппорта поддержка Регар. Это мой любимый герой. Ну, вернее, когда-то был, сейчас он уже просто один из моих любимчиков. Правда, я за него уже очень давно не играл. И вот подумал, за какого бы саппорта мне сделать видос, за которого я хоть что-то могу делать. Подумал, Регар, отличный вариант. Сейчас на своих экранах вы видите два таких варианта билдов за Регара. Это самые часто играющие билды, но даже они могут как-то варьироваться. Как всегда, видео поделено на две части. В начале видео мы разбираем все его таланты, я о них рассказываю, показываю. А во второй части видео уже показываю непосредственно демку из Лиги Героев. Ну, в этот раз это будет Тим Лига, как и в прошлом видео про Мурадина. И еще, ребят, нужна ваша небольшая помощь. В правом верхнем углу, вот там, где вот белый кружочек, куда палец сейчас показывает, проходит небольшое голосование на формат подачи данного видео. Меня интересует, стоит ли показывать демку. Просто если мы от нее откажемся, я смогу пилить разборы талантов гораздо чаще. Мне очень важно ваше мнение, поэтому помогите мне определиться с форматом. Ну все, заранее благодарю вас, и теперь уже можем приступить к обзору талантов. Итак, я приветствую вас на тренировочном полигоне Heroes of the Storm, и мы начинаем рассматривать таланты Регара. Первый талант — мощный тотем. Увеличивает дальность и область действия нашей Е-обилки. Это очень хорошо, если нам нужно больше контроля, если нам надо кого-то ловить и стопорить. Этот талант очень часто берется. Поехали дальше. Электрический заряд. Раньше, когда все играли в щиты, его могли брать. Сейчас этот талант не актуален, потому что ниже есть более хороший талант. Ну и также вот выше, который я упоминал ранее, мощный тотем, также очень хорош. Что делает электрический заряд? Он увеличивает область действия нашей В-обилки на 25%, на 1,4%. Этот талант сейчас не берется, потому что в этом же тире, чуть ниже, есть вот такой вот талант «Электрическая связь», который мы и возьмем сегодня. Что он делает? Когда мы кидаем нашу В-обилку на какого-нибудь нашего союзника, или там даже крипа, или может быть даже на наш тотем собственный, мы также получаем щит молнии. Это позволяет наносить больше демеджа, чистить лайны гораздо быстрее, то есть приносить больше пользы команды. Ну и последний талант «Волчья погоня» увеличивает прибавку скорости передвижения в облике Призрачного Волка с 20% до 30%, то есть мы просто на 10% быстрее будем передвигаться в облике Волка. В первом тире нам придется выбирать между мощным тотемом, либо электрической связью. Я беру электрическую связь. Ну и давайте покажу вам, как мы, например, вот на кемпике, как мы это будем делать. Мы ставим тотем, кидаем на него, например, нашу В-обилочку, и также она вешается на нас. Прекрасный талант. А представьте, что будет с крипами. Точно так же вы можете кидать его на кого угодно, даже на тех же самых крипов или на своих союзников. Четвертый уровень, и также 4 таланта на выбор. Первый — это у нас Благословность Предков. Просто снижает затраты маны на нашу кью-обилку, на нашу цепную молнию, цепное исцеление. Этот талант сейчас практически не берется, потому что ниже есть гораздо более полезный талант. Это Дикое Сердце. Находясь в облике Волка, нашего призрачного Волка, нашей обилочки, скорость восстановления здоровья и маны повышается на 75%, ребят. Это очень много. Вы сможете гораздо реже бэкаться на базу, либо к фонтану. То есть гораздо дольше оставаться непосредственно в бою, непосредственно со своими тиммейтами и помогать им. Это то, что и должен делать Саппорт. Третий талант — Призыватель Бурь. В принципе, этот талант тоже на реген маны направлен, чтобы, когда мы кидали наши щиты, если они задевают каких-то противников, манка к нам бы регенилась. Но он дает гораздо меньший буст по регену маны, чем, например, то же самое Дикое Сердце. Этот талант сейчас не актуален. И снизу четвертый талант, который, в принципе, встречается в некоторых сборках Рогара. Это Тотем Исцеления. Помню раньше, когда еще даже до Молнии, я его постоянно брал в Тотем Исцеления, но там и таланты были несколько по-другому раскиданы. В принципе, неплохо. Берем его, кидаем куда-нибудь, и он АУЕшкой хилит процентом соотношения наших тиммейтов. Но я предпочитаю брать здесь Дикое Сердце, потому что уж прям очень чудовищный реген мы получаем. Седьмой уровень и четыре таланта на выбор. Первый талант это Кровь и Гром. Ох, как же я раньше любил этот талант. Я постоянно его брал. Регар за счет этого таланта раньше мог вынести любого, кроме Мясника. Ну, на то время Мясник, по-моему, и был последним героем. Это было очень давно, еще до того, когда его понерфили, потом его опять бафнули этими щитами, когда все бегали за Регара щитами. Сейчас этот талант не такой актуальный и не такой хороший, потому что здесь, в этом тире, есть очищение. Очищение действительно хороший талант. Но давайте к нему подойдем чуть-чуть попозже. Сначала посмотрим на талант Дальнее Зрение. Талант, который позволяет нам чекать какую-нибудь местность. Ах, я считаю, что это бесполезный талант, он нам не нужен. Особенно в этом тире он смотрится просто неуместно. Он здесь просто как будто бы есть, но чтобы казалось, что талантов четыре на выбор. На самом деле их гораздо меньше. А то же касается и четвертого таланта, это проецирование тотемов, которые увеличивают существование нашего тотема с 8 секунд до 12. Не знаю, ребят, насколько вам это нужно. На мой взгляд, и 8 вполне хватает. Ах, да, забыл добавить то, что при повторном нажатии на Е этот тотем еще можно будет куда-нибудь перенести. Вот. Ну и возвращаясь к очищению. Очищение — это имба-талант, очищение — это просто крутой фридум, неудержимость, которая поможет вашим тиммейтам выйти из сложной передряги. Если вы не умеете его использовать, я, конечно, настоятельно вам рекомендую брать его, даже если вы не умеете его использовать, и учиться его применять. Но все-таки, допустим, если вы прям вообще считаете, что руки у вас из жопы растут, и вы никогда не кинете очищение нормально в цель, либо, может быть, я не знаю, контроля нету в противоположной команде, но это сложно представить даже на деревянных рангах, то берите Кровь и Гром. Во всех других случаях берите очищение, не умеете, научитесь, умеете — вообще супер. Десятый уровень и два таланта на выбор. Первый — это исцеление предков, такая своеобразная лайфхендс. Когда мы ее юзаем, она спустя одну секунду выхиливает нашего союзника на фулл столб. Ну, тут, конечно, есть определенная цифра, но, как правило, это фулл столб. В большинстве случаев берется именно она. Раньше были времена, когда жажду крови апнули, она была очень крутая, и там с автоатакерами она игралась только на ура. Врубаешь жажду крови, автоатакеры влетают и просто рвут всем жопой. Сейчас жажда крови уже не так хороша, ребят, поэтому я рекомендую брать исцеление предков практически всегда. Но не забывайте то, что она выхиливает спустя секунду. Это надо понимать. То есть в моменты замесов не ждите последнего момента, чтобы кинуть ее как имба, как пробатька, чтобы выхилить на фулл столб и поставить замешательство своих соперников, лучше киньте заранее. Где-то начиная с половины столба вашего союзника. Вот так. Чтобы уж наверняка. 13 уровень и 3 таланта на выбор. Первый это щит земли. То есть наша вебилка будет не только молния на нас накладывать, но и силу земли. Под землей подразумевается такой щиток на 12%, который будет поглощать урон на протяжении 3 секунд. Это очень хорошо, ребята. Это очень хорошо, поэтому мы и возьмем этот талант. Но давайте посмотрим, что там ниже. Первый это приливные волны. Сокращает время восстановления нашего цепного исцеления на 1 секунду за каждого попавшего под ее воздействие. То есть в принципе неплохо, можно нифигово так отхиливать, но манка у вас, во-первых, просядет. И с другой стороны все-таки щит земли почетче будет. И третий талант это чары жизни земли. Знаете, я вам просто прочту, что здесь написано. Если цепное исцеление воздействует на героя, у которого осталось менее 50% от максимального запаса здоровья, эта способность дополнительно восстанавливает ему определенное количество здоровья в течение 5 секунд. На словах это очень круто, но на деле этот талант никто никогда не берет. Вариантов немного, поэтому здесь мы берем щит земли. 16 уровень и 3 таланта нам предлагают на выбор. Первый. Тотем хватки земли. Просто потрясающий контроль талант, который позволит вам цеплять нужного вам противника для того, чтобы забрать его. Ну или точно так же мешать отступать противникам или наступать. Контроля никогда не бывает мало, особенно для саппорта. Вообще, вначале мало я рассказал про Регара, поэтому сейчас заполнят небольшой пробел. Регар очень хороший саппорт. Почему? Потому что он мобилен, потому что он хилит, он контролит, и он также демажит. Совмещает в себе вот эти вот все 3 пункта. И если мы возьмем тотем хватки земли, то наш контроль станет более грозным для противника. Второй талант Звериный голод. Этот талант апнет нам самоотхил и увеличит дыма в облике волка. А именно по герою, которому мы будем наносить урон, будет проходить еще дополнительный урон в размере 5% от его общего запаса здоровья. Этот талант можно брать в некоторых ситуациях, плюс при помощи него можно будет неплохо забирать за счет вот нашего рывка, который у нас имеется вот этот. Этот талант можно брать, если у вас все хорошо с контролем, если вам не хватает демеджа. В любом другом случае берется тотем хватки земли. Последний талант это Растущая буря. Этот талант увеличивает демедж от наших щитов, от нашей выобилочки. Он нам не нужен, потому что в большинстве случаев мы будем брать дополнительный контроль, а не дополнительный дамаг. Пускай дамажит кто-нибудь другой. Мы должны контролить и сохранять пати в целости и сохранности. Берем тотем хватки земли. И последний, двадцатый уровень. Прокаченное благословление провидца. Во-первых, оно восполняет на 50% больше здоровья, что уже немало. Также, если, допустим, идет какой-то массовый замесик, и рядом с вашей целью, на которую вы кидаете лайфхенд, стоят еще ваши союзники, они также отхиливаются в размере 50% от того, что вы отхилили персонажа, на который вы кинули. В принципе, для новичков этот талант довольно хороший. Я раньше его постоянно брал, вот когда давно-давно-давно играл, и он помогает действительно в замесах выхилить очень много. Но ниже есть более хороший талант, но в принципе можно взять и благословление. Но я рекомендую брать щеки буря. Так, далее. Боевой криг гладиатора. Как я уже говорил, жажда крови сейчас практически не играется, но если взять прокачанную жажду крови, то там вообще жесть начинается. На 60% увеличивается сама отхил, восполняемая автоатаками. И это ну просто жесть. У вас неумираемая пати становится. Перемотка. Зарыгара перемотка нафиг не нужна. Сразу ее опускаем. Вы только потратите ману, а толку никакого не будет. Вот от чего точно будет толк, это от щитов бури. При активации закрываем щитом ближайших союзников, который 3 секунды поглажает демак в размере 20% от их максимального запаса здоровья. Это очень круто. Поэтому берем именно этот талант. По талантам вроде все рассказал, теперь давайте посмотрим на мою игру в Тим Лиге за этого героя. Карта Ханамура мы вот-вот начнем. Давайте пройдемся по составчикам. Против нас играет Арта, Соня, Сильвана, Седогриф и Утар. За нас играет Анубарак, Гензи, Аларак, Азмодан и Язарыгара. Это, кстати, моя первая игра Зарыгара после архи длительного перерыва. Поэтому не судитесь строго, я буду здесь действительно косячить. Не лучшая моя игра здесь будет Зарыгара, но в принципе нормальная. После этого была еще одна игра, которую я уже отыграл очень хорошо, мы затащили, но там прям было архи превосходство наше, я думаю, смотреть это было бы вообще неинтересно, поэтому я подумал, здесь хотя бы интрижка какая-то была у нас, было интересно действительно наблюдать и участвовать в этом поединке. Итак, начинается небольшой замес, Азамодан пошел наверх на соло лайн, начинаем немного меситься, Артас всех контролей, Седагрев чуть не забрал, Алла-Ла-Ла-Ла-Рака, извиняюсь. Пока что очень хорошо доминируют противники, нам ничего не остается, кроме как откидываться тапками от них. Гензи пытается утром навязать борьбу, и вот здесь я очень неудачно попадаю в контроль Артаса, который меня и забирает. И также сейчас жуком да. Первый тимфайт такой локальный проигран. Давайте посмотрим, что происходит сверху. Сверху Азамодан доминирует пока что над Соней. Снизу начинается очередной замес. Я воскресился, прибежал, мы пытаемся прогнать ребят. Они уже пронесли наши ворота. Жук также подтянулся. Мы просто чистим лайны. Пытаемся его перезапустить. Скажу сразу, у меня здесь по-моему будет три смерти и будет вообще нелепейший. То есть вот если первый вы считали нелепой, то будет еще одна нелепая. Начинаем мы играть против футера. Я в него влетаю, так же как и гензи. Не удается нам его забрать. Пытаемся спасти гензи, так же не получается. Арта сейчас тоже убежит. У нас все уходят на соплях. Нам нечем добить. Аларак красава добивает. Точно так же как и нашего Ануба забирают и мы с Аларак отступаем. Потому что я на нулях, он на нулях, ребятки мертвы. К сожалению опять тимфайт заканчивается не в нашу пользу. Казалось бы мы неплохо начали, но плохо продолжили. Я увидел что Аларак тоже бэкается на базу и решил постоять пока на лайне экспу пофармить. Ждал я от Артаса контроль чтобы он бросил, но он его не бросил. Сильванка настрой против четверых жук попадает в контроль от Артаса. Ну знаете мы так навязываем вроде битву борьбу но прямых конфронтаций нет. Потому что мы понимаем что их четверо анастроя и у них очень сильный бурстовый дэмэдж за счет того же самого Седогрива. Что происходит сверху? Сверху Аларак сражается с Соней Азмодан пушит. Давайте посмотрим что внизу. Вот серьезный сейчас был бурст от Седогрива. Мы отступили от него. Вот уезжаю я в Соню но там не было такого дэмэджа чем мы могли бы ее забрать. Я вынужден отступить и не только я один. Ребята также подтягиваются к нашему форту чтобы уже биться под ним. Снизу начинается новый замес ребята провоцируют вовремя подтянулся я с Алараком смог засейвить Гензи выезжаем в Соню ставлю тотем на него кидаю щит немножко опаздываю с этим делом пытаются забрать Седогрива я впрыгиваю в него но все равно не удается забрать очень хорошо они сейвятся то есть очень хорошо отступают а у нас по-моему в этой игре будет как раз с этим проблема чуть позже вот тут меня могли реально забрать очень хорошо въехал в меня Седогрив но недостаточно не поддержали его тиммейты там пытался утр помочь ему очень серьезно но не получилось я бэкаюсь а тут все очень плохо то есть мы продолжаем пока что нести такие потери видно 6-1 по талантам как я вам и говорил электрическая связь и дикое сердце очищение я прибегаю отхиливаю жука и мы начинаем контратаку которая как всегда ничем не заканчивает отхиливаю гензи очень хорошо он юзает свою обилку которая блокирует урон мы вынуждены опять отступить ничего пока что у нас хорошего из этого не получается вот забрали седогрива можно сражаться можно сражаться забрали утора впереди сельвана пытаемся мы догнать ее я вижу артаса думал он поет через ворота но через ворота через мост но он обошел его и уже играем в самого артаса гензи красавчик забирает сельвану артанис право артанис аларак продолжает и мы забираем также и артаса аларак притягивает въезжает сельвану я продолжаю подхватывать гензи он включает свою ульту разрывает сельвану играет против седогрива и вот сейчас очень неудачно очень неудачно наш жук запускает ульту это прям было очень не классно я потому что мог подтянуться гензи помочь ему путер выходит из контроля делает ауе за счет своей ульты и тут продолжается дикий замес я кидаю откилочку свою ульту в принципе мы вышли победителями из этой битвы но все могло закончиться гораздо лучше седогрив влетает и смотрите что творит безумный аларак он просто нереален он просадил их просто в ноль пытаемся спасти жука жук сам пытается отчаянно спастись и кулдауны и мана все вообще против нас и вот сейчас по-моему я уйду нет сейчас по-моему я смогу спастись уйду я чуть позже наши ребята отступают аларак продолжает навязывать заставляет наших тиммейтов работать своим одним точным ударом он просто ведет всю команду вперед рукастые алараки они всегда хороши почему я не такой а начинается новый тимфайт соня влетает в нас артас создает свою ульту ануб берет в кокон седогрива очень неплохо мы сражались но к сожалению этого было недостаточно давай аларак покажи им покажи им на что ты способен и что делает аларак он просто имеет седогрива и имеет утро ему в этом помогает гензи артас и соня против меня с аларак вот здесь соня очень в меня въезжает неудачно я сразу кидаю щит в нее прыгаю через это вилку и сейчас меня заберут по моему как раз таки третий раз гензи начинает иметь иметь ребят да меня сейчас заберу третий раз и это будет босс я не понимаю почему ребята решили убить то есть мы его ладно случайно сагрили и видим они такие а давайте заберем босса в итоге босс меня убивает и потом точно так же можно сказать убивает моих моих тиммейтов аларак притягивает утро серьезный демэдж ему наносит очень серьезный надо сматываться ой ой больно вы смотрите аларак что творит это просто безумие какое-то это мастер своего дела пытаются спасти их анубчик пытается азмоданчик также спасти я с гензи уже на подходе им надо немного продержаться спасая ануба въезжаю в сельвану гензи мне помогает выхиливаю аларака и перехват инициатива гензи гонится за седогрифчиком я сейчас кину на него щит кидаю щит но он не блинкуется я рассчитывал что он блинканется вот только сейчас он это сделал и перехват инициатива ребят это перехват что по талантам давайте посмотрим как я вам и говорил то есть исцеление потом щит земли и тотем хватки земли на последнем уровне будут щиты не могут ребята без битвы поэтому навязывают ее противнику я попадаюсь в контроль от артаса но меня страхует ануб соня улетает в аларака знает кого надо бить но ему все нипочем играю в соню пытаюсь отхилить аларака анубчика вы видели там кокон кинул очень хорошо забираем мы артаса не удается ему убежать пытались также забрать ассоню все дружно все эти мои пушим и пушим выдавливаем и гензи попал в ловушку не удалось его спасти вот вы можете заметить пинги это ну я думаю вы поняли что нужно отступать точно так же они смогут сейчас засейвить Азмодана вы видели я уже в самый последний момент кинул хилко но он умер и она кинулась на другого персонажа там был кулдаун противников пока что двое но мы были уверены уже на тот момент что они здесь все в пятером вот только сейчас подтягивается основные силы знаю что играть будет в меня я стараюсь отбежать чуть-чуть чутка подальше сейчас по-моему меня заберут или нет я не помню уже алараку не сдали скастовать его ульту гензи во всей красе рубит просто всех имеет и да вот сейчас меня все-таки забирают ультой утра но тут уже все очевидно все очевидно наша команда смогла выдержать этот натиск и сейчас гонит утра с саными тряпками аларак тем временем везет тележку и это победа вот такой вот нехитрый билд зарегара туда добавить больше нечего не забывайте что зарегара надо постоянно прожимать буковку Z потому что во первых вы будете иметь чардж вы будете иметь крит и вы будете иметь ускоренную регенерацию если вам понравился билд если вам понравилось видео поддержите видео лайком оставьте свой комментарий я вполне мог что-то упустить потому что я обычный парень а не какой-то там про игрок ну а если вы здесь первый раз то подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые видео спасибо за просмотр и до новых встреч пока и да не забудьте проголосовать субтитры Субтитры сделал DimaTorzok